Как привлечь инвестиции, где найти партнеров, как защитить свои интересы. Верхнекамская торгово-промышленная палата. Надежный партнер и помощник в создании и развитии бизнеса. Город Березники, улица Юбилейная, 17. И в эфире WinWinZoom номер 464. Тема сегодня пилон и функциональные тренировки. Или как снимать напряжение мышц за офисным столом. Спикер Алена Худорожкова. vk.com Аленка Худорожкова. Алена, добрый день. Добрый день, Влад. Аленка, это, видимо, ваш творческий псевдоним. Вообще-то вы Елена, да? Как написано у нас здесь в Zoom. В паспорте я Елена. Зовут меня всегда дома с самого детства Алена. А ВКонтакте регистрировалась я давно. И там было модно нам поставить не полное имя, а Аленка. А сейчас я не меняю, потому что очень легко находит именно Аленка, а не Алена. И это как бы меньше вариантов, и меня легко находит. Вообще мы знаем Аленку на шоколадке, а вы теперь Аленка на шесте, получается. Да, да, да. Аленка на шесте, вот торговая марка, может быть, у вас, да. А я не знал, что полданс и пилон – это одно и то же, или это не одно и то же? Вроде одно и то же, да, получается? Одно и то же. Пилон – это просто снаряд, на котором мы занимаемся. Полданс – это английское название. И оно, как бы, данс, почему-то, ну, подразумевается танец, а мы, на самом деле, трюками больше занимаемся. Вот, поэтому я сейчас пишу по-русски, пилон трюки, пилон танцы. Ну, в общем-то, вот эти два направления мы и занимаемся. И там у вас еще подразделяется вот на этот данс-трюки, да, а второе – это экзотический, это связано с чем? Это именно танец, то есть, вот у нас есть пилон трюки – это направление трюковое, акробатика. Да, как спорт, а как вот гимнастика, да, можно сказать. А полэкзотик, пилон экзотик, пилон танцы, я это называю. Мы танцуем на каблуках. Именно танец, цель – выучить танец под определенную музыку. Да, музыку. С элементами стрип. Стрип, да, да, еще тоже там подразумевается. Да, да, есть такой вот текст там. Ну, хотя пилон танцы есть. Специальные наряды, да, для эстрады, как бы, да, для сцены. Да, 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 да. Ну, на тренировках мы попроще одеваемся, а те, кто… Ну, смотрите, я не готовлю девушек для выступления, но бывает, что мы выступаем вот на таких отчетных концертах, между собойчики такие у нас происходят. Конечно, там уже костюмы мы продумываем поинтереснее. Напомню, у меня была девушка, которая вот сама этим занялась, а потом начала делать вот одежду специально. Вот, например, эти с каблуками обувь, чтобы цепляться правильно, да, там тоже все специально нужно или покупать, или самому как-то сделать, да, лучше покупать. И она просто сделает целый набор для начинающих, как раз, я помню. Вот, Алена, сегодня у нас как бы не только разговор про это, а вообще у вас же целый набор, как вы пишете, и беременности, спорт, материнство, и грудное скармливание, и работы. Как это все совмещать? Ну, давайте начнем с того, как вы пишете, что вообще с дивана я пришла, была самым неспортивным человеком в группе, уважена от физкультуры была. Вот, и думала ли я, что станет ты моей работой? Нет. Вот, я прямо себя не могу так представить, я тоже примерно в таком же положении была в школе. Но сейчас мой единственный спорт – это долгие прогулки в лицу, мне хватает. А у вас, оказывается, вам не хватило, и вот теперь до чего дошли? Да, так и было. Я была очень неспортивным ребенком, я очень много болела. У меня были освобождения на целый год сразу, вот. Но потом после института уже я увидела, что у нас на пилоне начались тренировки в спортивных, именно не в стрип, а в залах. И мне почему-то захотелось, загорелось. Я пошла, первая тренировка была ужасная с моей стороны, я ничего не могла сделать. Вот, я думала, ой, тренер меня выгонит вообще. Ладошки потели, да. Удалось зацепиться, как называется у вас, там пару круток сделать, когда крутится, да, на шести человек. Ничего я не могла, ничего не могла, невозможно это было. И выходила и думала, я ничего не могу, наверное, работать она со мной не будет, но я пойду еще. Но вы не были, девушка, полной, да. То есть дело здесь не в полноте, да. Есть особенности организма. Вот, например, потеющие ладони. И если они потеют с этим, со временем у вас усилится хват, и вы будете лучше держаться. Но, по большому счету, важно подбирать просто средства сцепления, магнезии различные и так далее, для того, чтобы держаться на пилоне лучше. Вот, ну и сил хвата, конечно. И вообще, это ведь не спорт ради спорта, да. А здесь, как вы пишете, и растяжка, и все это, она, в том числе для офисных работников, она, как-то, видимо, кардинально меняет тело. Ты перестаешь уставать, сидя, например, да. Об этом сейчас тоже поговорим. Все это связано, видимо, да. Тут сейчас несколько моментов будет, да. Есть направление пилон. Да, пилон мы занимаемся для себя, для души. Это интересно, это постоянно открывает новые горизонты. Причем в любом возрасте можно начать хоть в 80 лет или в 18. Ну, в 70, конечно, на пилон, возможно, есть такие примеры. В 70 лет пилоном занимаются, и даже некоторые выступают на соревнованиях. Это все зависит от человека, от его настроя, от его желания. Реально. На пилоне, конечно, мы занимаемся для себя, мы не занимаемся даже для соревнований. У меня девочка одна, которая высказала желание, я хочу идти на соревнования. Да, мы подготовились, выступили, но тут надо понимать, что это каждодневная работа тогда. Это сложно совмещается с основной какой-то работой, с семьей, с детьми. А у меня в основном, конечно, девушки ходят уже взрослого возраста 30-35-40 лет и старше. И причем еще сразу же после рождения ребенка, да, приходят? Или даже до? Да, это мой личный опыт, да. Вот эта часть фразы, да, что беременности пилон, после беременности почти сразу на пилон. Это мой личный опыт. Именно как тренер я, конечно, беременна, пилон не беру. Опять же, была у меня только одна девушка, которая очень хорошо знала. Она давно ходила на занятия, она уже понимала, где она и что она делает. Мы с ней какое-то время во время ее беременности позанимались еще пилоном. Да, чтобы там ничего там не, как говорится, не свернуть раньше времени. А после беременности как раз сам Бог велел, да? После беременности сначала мы идем по функциональному движению. Это идет дыхание, движение суставов, может быть, немножко развитие гибкости. Да, мягкие очень тренировки, плавные. И вот уже через некоторое время, когда девушка понимает, что готова к более сильным нагрузкам, тогда уже можно подключить силовые тренировки. А пилон – это силовая тренировка в первую очередь. Правильно я понял, что вся структура позвоночника меняется. Даже человек сидит уже по-другому. И он знает, как делать, чтобы вот эти мышцы спины, они не замирали между лопатками, как вы пишете. Но смотрите, сидеть вообще человеку нежелательно какое-то долгое время. Если у человека сидячая работа, то есть рекомендации каждые 20 минут делать себе небольшие разминки. Но я понимаю, что это практически нереально в условиях офиса, потому что я сама в офисе работала несколько лет. Давно еще. А сейчас полностью только тренер, да? Фриланс? Да-да-да. Или где-то еще на какой-то спортклуб работаете? Нет-нет, я только вот свое помещение снимаю, да. А по поводу сидения, да, продолжаем. Раз в час, раз в два часа хотя бы нужно делать какой-то перерыв и двигаться. Потому что статичные позы для нашего тела, они, как сказать, они не характерны. Тело создано для движения. А в любом случае, как бы вы ни сидели, вас будет затекать, у вас будет блокироваться тазобедренный сустав, грудной отдел. Со временем все равно, какая бы ни была у вас хорошая осанка, вы начнете вот так горбатиться и написать. Даже если вы на пилоне занимаетесь, все равно эта поза, она непродуктивная. Вы даже группу создали, да? Я тоже все в описании подкаста добавил. Называется «Клуб движения жизни». Там пока 33 человека, но это, видимо, как раз костяк, да, ваша самая активная аудитория. Да-да. Или уже незнакомые какие-то люди приходят. А вообще, я так смотрю, кто добавляется. Некоторых людей я не знаю. Допустим, я видела имя, фамилию, что они есть у меня в полдэнс в Закамске, но лично мы с ними не общаемся. И они ко мне не ходят, но вот добавились тоже в ту группу. И это называется прямо в сталентерме, да, функциональная тренировка, функциональное движение. Да, 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 функциональный подход к тренировке. Да, и вот как это теоретически, практически объяснить правильно? Функциональный подход к тренировкам, он основан на современном научном знании о движении человека. Цель функционального подхода – это развить, улучшить функции мышц. Вот у наших мышц есть функции, они изучены науне. И функциональный подход рассматривает наше тело чуть более широко, чем, например, вот классическая анатомия. Потому что классическая анатомия изучают в горизонтальном положении, ведь это все изучается на трупах, когда лежит тело. А функциональный подход идет дальше немножко от того, что отталкиваясь от функции мышц. То есть мы работаем, функционируем стоя, в вертикальном положении. И вот здесь уже функциональный подход в свои права вступает. Потому что, например, если лежа, функция мышц, у нас функция мышц, да, сгибать наше тело, приближать грудную клетку к тазу. А стоя, там уже несколько другие функции. Они удерживают, чтобы мы не упали. И здесь уже меняется подход к самому. А сидя, получается, вообще тело для сидений не предназначено, да? В этом смысле долгого. Да, да, да. Для долгого сидения точно нет. Для любых долгих статичных пост наше тело не предназначено. Недавно вот я про планку делала небольшой клип. Да, многие вот раньше очень любили планку стоять на время. Долго, там, 5 минут, 10 минут. Вот функциональный подход говорит нам о том, что это абсолютно бессмысленно. И нагрузка уходит на суставы буквально уже через первые 20-30 секунд. То есть, вот современные рекомендации такие, что более 20 секунд статичную позу не надо удерживать. Ну, такую силовую статичную позу. Вот, это уже... А в медитации там всё-таки по-другому, да, построено? Тело как-то там покоится по-другому? Ну, смотрите, в медитациях человек ведь в расслабленной позе находится, да, то есть человек или лежит, или расслабленно сидит, какое-то время это происходит. Но тоже вот даже, если вы, например, сели в ту же позу лотоса или в какую-то позу с согнутыми ногами, сейчас вы в ней посидите, но ноги у вас затекут. То есть, будет не очень комфортно. Вы пишете, что вы интересуетесь анатомией, биомеханикой, функциональностью нашего тела, а ведь вы учились не физически, не на физическом факультете, не физкультура, а у вас там что-то было связано с экономикой, да? Вот. А, я выше... Но сейчас вы пишете, что вы онлайн много школ, прямо по пол-дансу даже много школ, и вы тоже сами сейчас преподаете. Вот. И как онлайн учиться, вот этой биомеханике и всему? Есть специальные прямо онлайн школы? Есть. Я прохожу самообразование. У меня в этой сфере полнейшее, да? То есть, есть множество книг, есть вот я распечатанные, покупаю себе книги. Понятно, что, ну, картинка это одно. Когда проходишь в школах обучения, там идет видеоконтент, и есть специальные сервисы, где анатомия разобрана, вот человек, модель человека, прорисованы мышцы, как они двигаются, разные варианты, где они крепятся друг к другу и так далее. Есть некоторые макеты, как макеты, где настоящий препарат это называется, то есть это мышцы, кости, выделенные из реального тела человека, ну, из трупа. Все понимают, конечно же. Но вот тоже две кости, между ними мышца, и вот так дергают, показывают, как мышца работает, она сокращается. А как она работает, когда она растягивается? Вот, то есть это на видео все хорошо. Ну, вот как дальше вы пойдете по этому пути самообразованию? Нужно ли будет там, например, какую-то еще, есть ли какие-то официальные, сертифицированные государством, специальные дипломы в этой сфере сейчас? Ну, если мы сейчас не говорим о вот этой физкультурной факультете, который есть традиционно в прединститутах? Есть сейчас различные курсы, самые-самые, конечно, высший пилотаж, да, считается, институт Грея, но это не Россия, это США. Обучение там, конечно, очень дорогое, и самое интересное, что надо на часть обучения ехать именно туда, в США. А как называется это все направление? Функциональное, да? Насколько я знаю, нет, они не национальные, они тоже вот частные. Называется функциональная гимнастика или как это все называется? Ну, смотрите, оно же основано вот именно на анатомии, на биомеханике движения, да, то есть это не какое-то отдельное направление или еще что-то, это в целом подход, основанный на знании, как работает тело человека, вот на том знании, которое есть сейчас в мире, на данный момент. Институт Грея, да, greyinstitute.com, это вот они, да? Прикладная функциональная наука, если в русском переводе, да? Гарри Грей, отец функциональности, понимание биомеханики человеческого тела и взгляд на движение. Ага, то есть как бы это целая такая практическая философия, я бы сказал, да. Ну, возвращаемся чуть-чуть, вот у вас ролик выложен в этой, значит, в группе для начинающих, да, по движению для жизни в функциональной тренировке. Там можно посмотреть. А вот сейчас какие-то элементы можете показать? Как раз сидите, вот для видео версии, если. Ну да, вот мы сидим, но в офисе мы не сидим на диване, мы сидим на чем-то более твердом, да. Сидим выше, а вы сейчас низко сидите. Что мы можем сделать? Вообще, для чего мы делаем? У нас, когда мы сидим, я уже говорила, тело автоматически принимает эту позу. Голова наклоняется, да, и спина изгибается. Она наклоняется, либо голова выдвигается вперед к монитору, вот так, да. И тоже шея напрягается, плечи. Буквой С. Что мы можем делать? Буквой Э. Да, да. Какая осанта. И что нам важно? Нам важно, чтобы грудная клетка, это зона подвижности, чтобы она двигалась. А когда мы сидим, она заблокирована. И более того, вот в таком положении. И дышать труднее. Мы не можем сделать короткий, глубокий вдох, да. А дыхание, вот в функциональном подходе, все начинается с дыхания. Я вообще дыхание рассматриваю как физическое упражнение. Так вот, что мы можем сделать? Во-первых, перерыв у нас, да. Постараться выпрямиться, потянуться макушкой в потолок. И сделать хотя бы пару глубоких вдохов-выдохов. Можно проконтролировать себя, вот рука на груди, рука на живот. Вдох надулась грудь и надулся живот, выдох, все собралось. На вдохе мы надуваем и грудь, и живот, а на выдохе собираем. То есть два, три, четыре таких глубоких вдохов-выдохов с расправленной грудью. Далее, мы можем поставить... И она выпрямляет позвоночник, да, как раз. Да, но вообще этот навык дыхания, его нужно прорабатывать постоянно. У меня недавно был целый марафон дыхания на месяц. Вот мы, собственно, вот этим занимались целый месяц. Мы пытались переучить нервную систему на другой тип дыхания. Марафон это онлайн? Что онлайн-то вы тоже занимаетесь желающими? Да, онлайн, да. Да, я каждый день делала девушкам задания, там немножко с изменениями каждый день оно было. И каждый день я отправляла им пять-шесть напоминалок в день, чтобы остановитесь, подышите, остановитесь, подышите. А сейчас у вас платных учениц больше у себя? В Закамске это окраина Перми миллионного города. Я сейчас объясняю для слушателей, кто-то услышит нас в России. Или онлайн у вас больше сейчас учениц уже платных? Нет, сейчас у меня в зале. В основном в зале. Но онлайн тоже вы хотите развивать, да? Да, в онлайн я новичок. Вот в зале у меня уже десятилетний опыт и преподавание именно. Начала заниматься пилоном. Но онлайн там не сколько трудно вот видео в связи, сколько трудно искать клиентов, наверное, да? Да, да. Ну, в онлайне новичок там есть свои нюансы, конечно. А в зале у меня... В зале там еще сарафанное радио работает хорошо, да, у вас? Да, да, с подружкой. И вот кто-то хочет сразу втроем с подругами прийти попробовать, да. В Закамске меня уже многие знают. Елена, сформулируйте. Мы же заканчиваем. Вот как раз про этот функциональный подход. Какие-то, может быть, перескажете заповеди вот этого основателя, Грея, то, что, как вы понимаете, или перескажите по-своему, что это такое функциональная тренировка, функциональный подход 1, 2, 3. Да, я сейчас тезисом скажу, но то, что это можно применять в жизни. Функциональный подход. Вот, значит, наше тело сознано двигаться. Ему необходимо движение для здоровья, для того, чтобы получать энергию. Если у вас сидячая работа, найдите минутку, каждый час-два встайте, пройтись. Сделайте какие-то движения грудной клеткой, в бок наклоны, да, хотя бы дыхание, то, что вот мы сейчас, я сказала. В функциональном подходе мы работаем мягко, мы работаем по своим силам, мы работаем по своей амплитуде, мы ни на кого вокруг не смотрим, мы слушаем свое тело и понимаем, что вот если я могу руку поднять сегодня только так, значит только так, а завтра я могу поднять ее выше, и это уже хорошо, у меня амплитуда в суставе увеличилась. То есть мы, вот если касается растяжки, функциональная растяжка, мы не терпим боль в мышце, мы работаем с подвижностью сустава, а за суставом уже идет мышца. То есть немножко другие приоритеты, и от этого меняется наш тренинг. Вот примерно так хочется сказать. Еще раз тут один русский сайт пересказывает про прикладную функциональную науку. Это научные практические знания, которые приводят к наиболее эффективным стратегиям и техникам индивидуальной работы с каждым человеком. И на сегодняшний день оказывает влияние на индустрию движения по всему миру, от реабилитации, лечения до фитнеса и профессионального спорта. То есть, как говорится, для всех, и для спортсменов пригодится, и для начинающих, да? И для реабилитации тоже. Да, в реабилитации тоже эти принципы необходимо применять. Я, конечно, не реабилитолог, я уже работаю с людьми, которые условно здоровые люди, да? Но у нас цель-то одна, чтобы тело было здоровым. Успехов вам на этом пути, Алена, и новых, интересных, вдохновляющих учеников и учениц. С нами сегодня была Алена Худорожкова. Копичка ком, Аленка Худорожкова, наша тема пилон функциональной тренировки и как снимать напряжение мышц за офисным столом. Алена, спасибо, удачи вам. Спасибо, Влад. Как привлечь инвестиции, где найти партнеров, как защитить свои интересы. Верхникамская торгово-промышленная палата. Надежный партнер и помощник в создании и развитии бизнеса. Город Березники, улица Юбилейная, 17. Город Березники, улица Юбилейная, 17.